Ну что ж, здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Печев, перед просмотром ставим лайк, комментарий, как говорится, помогаем продвигать видео, вот. Спасибо, кто ставит лайки, комментарии. Продолжаем, я буду называть общим названием арабская магия, как говорится, не буду я там ислам и так далее, вот эти все секты смешивать уже достали, у каждого своя кочерыжка, к магии это не относится, всякие религии к магии не относятся толком. Вот, для мага нет, как говорится, какая там секта лучше. Все секты, в кавычках, плохи, пользы, потому что от них мало. В чем, так сказать, как наводят рассорки от ворот из-через джинов? Первое, ой, точнее, как они действуют, не буду я тут слишком раскрывать, как они наводятся, уже показывал в талисманах и в ритуалах арабской магии. Ну, в исламе это тоже применяется, и суфийское, и персидское, это все есть. В Таджикистане тоже это применяют, это же метод. Деревенскую магию смешивают, называется, да, с талисманами, тавизами. Чаще это толок, то есть это толоки, толок душманы, душмани, область, да, душманов, толок, толок, джаду, джаду тоже, более индийская область от воротов персидских таких, джаду. Как они действуют? Не буду расшифровывать это сразу, не собираюсь тут учить великих магистров, которые такие спецы. Куда же? Нет, до них-то. Как один написал, сейчас я тебе научу, как жить. Ой, да, научите. Сколько там вам, 15 лет, дитё меня будет учить, как жить, ну да. Аж смешно самому иногда, когда читаю в чате это. 15 лет научит взрослого мужика, как жить. Да, живут еще на шее родителей. Ну вот, отвлеклись. То есть, джаду, ты толок, душман. Душманы это больше, есть, конечно же, рассорки, которые просто порчат. Как они действуют? Джинны просто, называется, в семье начинают между людьми ковыряться в их мозгах. Чтобы люди тупо начинали друг друга дубасить, с того ни с чего говорить. Вот ты, тварь, чашку не помыл, харина. Или муж начинает агрессивный. Есть такой вид отворотов, в принципе, в арабской магии, когда начинают специально мужчину склонять, чтобы он на четыре стороны ходил. То есть, джинн думает, так, слишком они друг друга любят. Вот. Так как они себя любят. Так как джинн, это, мозги у них есть у всех, они не тупые, как вам кажется, у этих сущностей. Они себя думают, так, если у них есть, как говорится, любовь такая сильная. Ну, в любовь я не верю, конечно же. Вот. И джинны думают, так, у них такая похоть, у них такая, такая, так они друг друга хочут, и прям им нравится друг другом там сексом заниматься и так далее. Он начинает это прикрывать. И недовольство появляется на уровне половой чакры. То есть, начинаются потом проблемы. Вот, ты тварина, ты бревно в кровати, а ты тоже ничего там, так далее, у тебя уже ничего не работает, не стоит. То есть, на уровне этого. И мужчина начинает потом логически думать, так, я тут бревно, пойду-ка я сейчас самоутверждусь. И он начинает ходить и всем доказывать женщинам, какой он кобель. Ну, чтобы, раз его гнобят, унижают в семье, он начинает это делать. И джину, это и магу на руку. И тот, кто это воздействует, он потом скажет, так, ага, тут уже пошел на четыре стороны. Ну, все прекрасно, по плану рушим дальше. Вот. Естественно, это могут быть также и подклады, и какие-то стихийные воздействия, да, деревенской магии, отвороты, вот, разделение, развал, там, ну, много названий. Я не буду сейчас перечислять, есть индийские, персидские, и в самом исламе от имени каких-то там джинов, да, субботних джин, джин субботы чаще тоже. Но есть такая фигня-странность. Отвороты потом трудно снимаются арабские, потому что, когда начинается скандал, этот конфликт, если неопытный человек, он не понимает, что нужно потом притормозить это. То есть джину дать пинка и сказать, так, все, короче, это все мы тут устанавливаем, а вот сюда поворачиваем. Если был отворот, а потом нужно приворожить кому-то, тут сложность всегда есть. Почему? Потому что джин начинает, типа, говорить, о, не, я сейчас и с этим поссорю. С новой женщиной, да, от которой, допустим, задача мага, типа, свести была, да, с новой женщиной, а с этой поссориться. Кто занимается, поймет. И тут начинаются проблемы. Человек, ну, начинает ссориться и с этой женщиной. Он начинается со всем женским полом охреначиться. То есть тут бесконтрольная агрессия. Иногда есть, спиваются, там, еще что-то. То есть слишком иногда мужики слабые становятся, как тряпки сдают, так сказать, женщины, по-другому себя ведут у них. Как бы, то есть мужчины начинают просто орать на всех и всяк, скандалы, конфликты. У женщин начинается именно как такая, сначала спокойно, 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 потом резкий взрыв. Резко в харю называется. Или резко что-то там в лицо кинуть. Вот это и есть джинны. Они на всех по-разному воздействуют. Плюс, не исключайте, что стихийное воздействие. Сейчас дойду. Так вот, поэтому, если вы воздействуете через джинов от вороты, лучше поосторожнее. Лучше поосторожнее. Индийские, допустим, джаду, они как-то тише действуют, как-то спокойнее. Но когда через арабские, там, исламские джинны, все кошмары, беспредел, потом хрен сведешь с другой женщиной, называется этого мужчину. Или, наоборот, женщину фиг сведешь другому мужчине, она будет придираться к нему, она будет какие-то минусы искать, потому что джинн не собирается уходить потом, понимаете? Ладно, там бесы, как-то уже тормознешь, все, успокоился, отвлекся на кусок мяса. Тут нет. Тут придется потом решать эту проблему более сложнее, как с жертвоприношениями. Вот, поэтому не играйте слишком с этой областью. Отвороты жестко иногда действуют. Иногда даже не снимаются, понимаете? То есть, как бы там, хоть вы молитвами, дуахов, или всякими делаете, это не сработает потом. Потому что конфликт растет, они все еще хотят хреначиться с кем-то там, дубаситься и так далее. Также есть еще проблема, которую я замечал. После арабских приворотов, допустим, она или он там бросили кого-то, развелись, достигли результат, и потом начинается одиночество. То есть, человека все ненавидят. Конечно же, проблема в нем, потому что возле него джинн этот шляется, присоска такая, как паразит. Но он считает, что проблема не в нем. А он начинает ненавидеть людей. То есть, начинаются уже отклонения какие-то. Поэтому вовремя нужно отклеивать джина, когда достигли результат. По скандали, расстались, все. Отрезайте его нахрен, чтобы он не мешал там. Иначе будут проблемы. Я часто видел, что в этом потом бесконечные конфликты. Не свести такую пару уже, кому, допустим, планировали приворожить. Ну что же, вот так вкратце подняли тему. Всем удачи! С вами был Акцентчур. Ставьте лайк, импульс, посудачь.